Девушки отдыхают В один день погибли 13 палестинцев. Общее количество жертв с палестинской стороны достигло 162 человек, в том числе 43 ребенка и 11 женщин. Ранено 2350 палестинцев. Израиль потерял в результате ракетных обстрелов 5 человек убитыми, десятки пострадали. Регион стал центром внимания мировой дипломатии. После арабской весны, конфликтов в Сирии и эскалации ситуации с Ираном, новый открытый очаг противостояния на Ближнем Востоке крайне обеспокоил мировых лидеров. И вот в среду вечером при активном посредничестве ООН США и Египта перемирие действительно было подписано. Правда и премьер Израиля Бенемин Нетаньяху и лидер Хамас Халид Машаль заявили о готовности в любой момент снова взяться за оружие. О том, кто спровоцировал войну, ходит множество версий. Первая из них – конфликт за два месяца до парламентских выборов развязало правительство Израиля. Традиционно война с Хамас позитивно сказывается на рейтингах правящей партии. Но в этот раз вышло немного иначе. По данным опроса, в рейтинге Нетаньяху после конфликта несколько упали. Но коалиция Ликут и партии «Наш Дом Израиль» по-прежнему имеет самые высокие рейтинги. Общество в Израиле раскололось на два лагеря. Одни рады, что перемирие подписано и больше не надо жить в страхе перед бомбежками. Тем более, что впервые у Хамас появились ракеты, способные долететь до Тель-Авива и Иерусалима. Другие ругают Нетаньяху за слабость. Считают, что газу надо было додавить и вытравить оттуда Хамас раз и навсегда путем наземной операции. В нескольких городах Израиля, в частности в Ашкелоне и Сдероте, прошли демонстрации недовольных мягкостью Нетаньяху по отношению к террористам. Некоторые эксперты считают, что война выгодна самой Хамас. Они объявили себя победителями конфликта и заработали репутацию защитников газа. Тем более, что по условиям перемирия Израиль частично снимает блокаду сектора. Другие винят Иран. Дескать, конфликт отвлекает внимание мирового сообщества от событий в Сирии и иранской ядерной программы. А после подписания перемирия президент Ирана Ахмадиниджад заявил, что Израиль хочет напасть на Иран. Важную роль в подписании мира сыграли США. Несмотря на то, что Нетаньяху во время президентских выборов поддерживал проигравшего Мита Ромни. Барак Обама поддержал Тель-Авив. А Хилари Клинтон активно прибегала к челночной дипломатии на переговорах между Хамас и Израилем. Египет же, в котором у власти находится дружественная Хамас партия братья-мусульмане, выступил посредником на мирных переговорах. И не прогадал. Уже известно, что египтяне получат от США одноразовую прибавку к ежегодной военной помощи в размере 3 миллиардов долларов. Обещал ли Вашингтон какой-то бонус Израилю и Хамас за прекращение огня, наверное, останется тайной. Будет ли перемирие в арабо-израильском конфликте соблюдаться, пока неизвестно. Но после его подписания стороны продолжают обстреливать территорию друг друга. Владимир Полуев, Артем Пономаренко, телекомпания АТВ. Продолжение следует...